привет еще это скреп механик и мы продолжаем строительство нашего водопровода короче у меня для тебя небольшая новость дело в том что я этот водопровод уже построил я тебе покажу как я его строил как я его делал я чокнулся конкретно с ним прямо обалдеть как и он получился реально крутым ты его заценишь но прежде чем я тебе его покажу хочу кое-что разъяснить дело в том что когда я выпустил первую серию по водопроводу я уже начинал как раз таки его мастерить а потом я прочитал комментарии в первой серии если ты не помнишь я пробовал сделать вайфай водопровод чтобы вода с контейнера по вайфая по bluetooth ну короче по воздуху попадала в наш вот этот вот насос то есть вот так хотел подключить напрямую и все но я понял что так не прокатит типа так не работает сказал что меня обманули я огорчился прям капец как огорчился я думал это новые технологии смарт водопровод и вот тогда я почитал комментарии под этим видосиком и очень много кто писал типа все работает если ты это сделаешь на одной конструкции то есть пойди это должно выглядеть как-то вот так смотри представим что вот эти деревяшки это некий водопровод некий водопровод и по идее он должен по нему качать смотри ставим сюда контейнер вот таким вот макаром закидываем туда водички сейчас экспериментайшн в прямом translation как говорится сейчас нам этим пушку вот сюда выглядит как пистолет огонь и теперь то мы можем это все дело подключить потому что все находится на одной конструкции сейчас проверим сейчас легко это проверяем это о-о-о пожалуйста смотри все подключилось кошерно уйди отсюда чудила пауканище ты мне мешаешь эксперимент проводить возьмешь все подключил смотри но но ну как бы это типа вай-фай все дела только водопровод деревянный знаешь как в средневековье ну что поделать он работает но все-таки это не вай-фай передачи но с другой стороны если философски пораскинуть мозгами несмотря на то что тут есть деревянный водопровод вода-то передает все равно по воздуху ну короче я загнался над этим вопросом это реально философский вопрос тут долго можно гемогогию разводить дело в том что все это работает и даже если я сейчас это включу то вода будет то вода будет сейчас попробуем смотри вот-вот пожалуйста вода выплевывается просто выплевывать из нашего насоса и она здесь тратится в этом контейнере вот я об этом не знал узнал только тогда когда уже построил водопровод реальный водопровод из реальных труб он получился невероятно крутым и знаешь я не пожалел что потратил ума времени на это все дело и сейчас я тебе его продемонстрирую покажу как я его строил так что вперед-назад в прошлое ну что притарабанил свой трактор ты посмотри какой он крутой сколько на нем труп просто выглядит мощно может быть оставить для интерьера на точнее экстерьер интерьер то то что внутри а экстерьер это то что снаружи машина так что выглядит очень четко еще бы пламя извергалась бы из этих трупов был бы овощи огонь но смотри здесь куча труп вот здесь вот у меня куча труп короче в багажнике моем куча труп здесь еще один мой багажник куча вот таких труп г-образных короче я надеюсь что этого будет достаточно если этого будет недостаточно то я просто сдохну я потратил наверное часа четыре с половиной почти пять часов я потратил на то чтобы собрать ресурсы произвести эти долбаные трубы но некоторые писали в комментариях до игры ты в не выживание в какой там называется режим крафтинга или что там что там за режима этот творческий режим ну не интересно там играть там у тебя все есть не вот интересно погриндить а потом из этого всего сделать или сделать из того что у тебя есть короче я люблю гриндить все я этот нет я не задрот я киберспортсмен вот как это называется останьтесь со своим творческом режиме мне нравится выживалку играть так значит контейнер я скинул что ж начинаем строительство самого длинного возможно во всем мире а именно в скреп механиков скам мире водопровод ты можешь сказать что я сошел с ума все ради хайпа все ради просмотра знаешь я сейчас начал строить водопровод это ты смотрю такой вон туда а потом открываю рюкзак и думаю кажется мне немножечко не хватит хотя какой немножечко до фигищи мне не хватит и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Без подъемника вообще, конечно, не обойтись было у меня. Очень много раз выручал, но то, что я сделал, это просто невероятно. Смотри, внизу тень падает от вот этих вот металлических соединителей, а самих труб как бы не видно. Такое ощущение, что куча маленьких инопланетян там темненьких. Обалдеть просто. Я в шоке. Я в шоке от проделанной работы. Просто, ну слушай, это красиво, это классно, это невероятно выглядит. И оно того стоило. Того стоило затраченного времени, я имею ввиду. Вот. Ну, а теперь остается выяснить, будет ли это все работать. Нам нужно теперь вот этот контейнер взять, оттащить туда наверх и подсоединить. И если соединители загорятся синим, значит наш водопровод будет работать. И он имеет право на жизнь. И это будет просто великолепно. Это будет колоссальная работа по проведению водопровода. Я теперь как Марио, настоящий Марио, он же водопроводчик. Вот. И я могу теперь тоже заявить, что я теперь тоже как Марио, повелитель водопроводных труб. Точнее, строитель. О. Кстати, без моста тут вообще было проблематично. Я пожалел сто пятьсот раз то, что его убрал. Я к нему так привык. Дело в том, что я постоянно на этой стороне нахожусь. А тут лифта-то нету. И когда я делал водопровод, я частенько бегал к себе домой, чтобы там подделать трубы или еще что-нибудь мне там не хватало. И, короче, пришлось сделать вот такую вот временную лазеечку. И, скорее всего, она тут останется навсегда. Да. Мост уберу, а лазеечка останется. Или, может быть, здесь... Чего здесь? Да, скорее всего, потом я уже звездолет замучу, и не будет мне никакая лифт или мост. Так, что-то я не туда прибежал. Нам нужно подсоединить все это дело вот сюда. Ты посмотри, все засияло! В огоньках круто, 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 круто. Ой, ночью это будет светиться классно, как новогодняя елка, только водопроводная. Водопроводная елка. Офигеть, это все работает. Ты прикинь, ты прикинь, прикинь, прикинь. Куда я затолкал водяную пушку? Водяную пушку, водяную пушку, водяную пушку. Куда ж я ее затолкал? А, вот она, вот она наша водяная пушечка. Годненько. Сейчас мы ее сюда прицепим. Бочком. Переключатели еще нужны. Хотя нет, тут нужна кнопка. Кнопочка есть у нас. Подключаем сюда. Соединяем все это дело. Нажимаем. Не пуляет, прикинь, не пуляет. А, я же не соединил с контейнером. Насос. Тьфу, блин, насос. Это водяная пушка, а не насос. Запутались. Ну-ка. И смотрим, смотрим, сейчас вода должна... А, нет, не будет. Не будет, потому что у нас... А, уже двадцатка. Подожди. Закидываем и заплевываем все водой. Смотрим. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Как набирается. А откуда вода? Где? Как? Ты гляди, как быстро. Ты замечаешь? Вон они, вон они, бутылки летят. Офигеть, как быстро. Они с такой скоростью летят. Вот смотри, смотри. Надо подальше отойти. Вон там, на углу, ты их видишь. Смотри. Вот тут, на углу. Вон они. Вон они пролетают. Видишь? Офигеть. Со скоростью звука, или даже света, я бы сказал, они пролетают. В этот контейнер. Ну что, я нас поздравляю. У нас теперь крутой водопровод. Роботы-фермеры, да вообще не только фермеры, все роботы офигеют от такого водопровода. Короче, ты по-любому должен поставить этому водопроводу лайк. Так что с тебя лайк под этим видео и подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видео. А в следующем видео мы обязательно пойдем в этот, на склад. Воспользуемся нашей карточкой и поднимемся на последние этажи. Вон того здорового здания. Ну все, в общем, увидимся в следующем видео. Пока и хорошего тебе дня.